Даже сильный дождь не остановил жителей дома 33 по улице Бурденко, и они вышли на защиту любимца двора, пса Рекса. Сегодня о том, какой чудный пёс живёт у них во дворе, мы можем судить только по многочисленным фотографиям, которые нам показывают местные жители. Настоящий дворовый охранник. Спал в подъезде, ему тут оборудовали тёплое место, кормили все поочерёдно. Даже скидывались на необходимые прививки и регулярную стрижку. Но сейчас Рекс в питомнике. Как он туда попал, рассказывают, наперебой. Позвонила вот тоже из двора девушка, сказал, что Рексу увезли, он покусал мальчика. Стали выяснять, при каких обстоятельствах, что оказывается, этот мальчик пинул мячом футбольным в собаку непосредственно в голову, и он укусил. Мама позвонила в органы соответствующие, собаку увезли. Было вновь замечено неоднократно, у меня окна выходят на детскую площадку, как мальчики эти относятся к собаке, кидают в неё мечом, тыкают палкой. Не знаю, какая-то жалоба поступила, кого-то вроде как бы он покусал якобы, но не знаю, мальчик как бегал, так и бегает. То есть ни травмы, ни перемотки у неё нет ничего такого. Мама приняла такую позицию, что это мой ребёнок, и я не верю в то, что он так сделал. Ей говорит, что неправда. Люди видели, и мы хотим вернуть собаку. Она, значит, говорит, что я не против. Ладно, нет, говорит, собаку возвращайте, я в принципе против. Но делать ничего я не буду. И тут же идёт задним числом оформляет справку. Вот только в то, что любимый пёс двора способен на такую агрессию, сами жители не верят. Возможно, его действительно спровоцировали. О том, что собака очень добродушна, говорит и директор зоозащиты НН Владимир Гройсман. Мы связались с ним, чтобы выяснить, что ждёт Рекса сейчас. Ну, смотрите. Значит, собака, во-первых, чудесная, добрая, весёлая, ласковая. Собака совершенно ориентирована на людей. Для примера, вот сейчас ему делали укол, значит, прививку. Он хвостом вилял, стоял во время этого укола и так далее. То есть, как она могла кого-то укусить, мы, например, себе не представляем. Значит, поэтому здесь, кроме этого, я вот предлагаю вам, как телевидению, заняться следующим, проверить достоверность справки, которая была выдана заявительнице, потому что справка какая-то странная, там странные печати, они вообще такое ощущение, что отсутствуют. Странные формы с отцом. Вот, у нас не понимаешь, что это форма, справок таких к нам ни разу не попадало. Надо проверить достоверность справки. Значит, по собаке. Она сидит в карантине, поскольку формально, как бы, пока не доказано, что справка недействительная, там либо отдельная, значит, мы обязаны поставить ее в карантине. Она сидит в карантине по бешенству. Ну и все, через 10 дней ее можно будет забрать, так сказать, на поруч. Когда о том, что собаку можно будет забрать из питомника, мы сообщили жителям, они, конечно же, обрадовались. Один из жрецов дома и вовсе решил взять Рекса к себе. Наконец, сделать его домашним. Я готов выделить помещение, где эта собака будет жить и присматривать за ней. Что же касается женщины, которая пожаловалась на Рекса, то с нами она общаться не захотела. Мы звонили в домофон, пытались связаться с ней по телефону безрезультатно. Местные жители сказали, что обязательно поговорят с ней еще раз при встрече, чтобы все же выяснить, что случилось на самом деле. И что за справку она тогда предоставила в правоохранительные органы. Сейчас же они говорят, что рады тому, что пусть и с помощью телевидения, но они смогли пролить свет на то, куда пропала их любимая собака. Совсем скоро Рекса вновь смогут увидеть во дворе. Наталья Лисова, Алексей Калякин. Время новостей.